Чарли подходил к своему дому, расположенному в глухом лесу на северо-западе Канады, когда дорогу ему преградил огромный волк. Мужчина замер от неожиданности. У него не было оружия или каких-либо других средств, защиты и помощи ждать было неоткуда, так как ближайшая деревня находилась в нескольких милях. Надежда на спасение была минимальной. Но тут произошло нечто невероятное. Чарли обожал нетронутую человеком природу, и поэтому бывший городской житель проводил по несколько месяцев в лесу. Ему нравилось бродить по диким лесным тропам, прислушиваться к таинственным звукам, наблюдать за животными, дышать свежим воздухом. Было у мужчины и любимое занятие он занимался поиском золота, крупицы которого встречались в небольших горных ручьях. Что касается охоты, то Чарли убивал животных только ради пропитания. В это ясное морозное утро мужчина, как обычно, шел вдоль ручья, надеясь, что ему наконец-то повезет, и он найдет хотя бы несколько крупиц драгоценного металла. Когда Чарли выходил из густого пихтового леса, его внимание привлек странный звук, напоминающий жалобный скулеж. Мужчина сделал несколько шагов навстречу звуку и увидел на краю болота огромного волка, лежащего на снегу. Вдойдя ближе, охотник понял, что животное попало лапой в капкан. Чарли знал, что капканы в этих местах ставил Остин. Так звали старика-трапера, который довольно часто охотился таким жестоким способом. Чарли всегда неприемлемо относился к подобному промыслу, но старого охотника ему переубедить так и не удалось. Ведь и отец, и дед Остина охотились таким способом. Однажды спор бывшего городского жителя и закоренелого трапера перерос в серьезную ссору, которая едва не закончилась дракой. Две недели назад Остин умер от сердечного приступа, но последствия его дьявольских дел до сих пор давали о себе знать. Чарли подошел ближе к животному. Волк резко дернулся и зарычал, но крепкая цепь не позволила ему вырваться. Охотник понял, что перед ним самый большой представитель своего рода канадский волк. Причем это была кормящая волчица. Ее молочные железы сильно раздулись. Это говорило о том, что животное находится в капкане уже порядка двух дней. А значит, где-то неподалеку логово с волчатами, и они, скорее всего, еще живые, но очень голодные. Животное было очень испуганно и вело себя агрессивно, поэтому освободить волчицу из капкана было невозможно. Чарли решил поискать детенышей. Он внимательно осмотрел окрестности и заметил припорошенную снегом звериную тропу. Мужчина пошел по следам, надеясь найти логово. Следы тянулись вдоль болота, потом вывели охотника в лес. Здесь на склоне возле высокой пихты и находилось логово. Вокруг было очень тихо. Вероятнее всего, испуганные волчата затаились в своем укрытии. Однако Чарли за то время, что провел в глуши, изучил многие звериные повадки. Он отлично знал, что когда волчица подходит к логову, она издает своеобразные высокие свистящие звуки. Присев на корточке возле входа в звериное убежище, мужчина начал имитировать волчьи позывные. Через несколько минут из укрытия показались четыре совсем еще крохотных волчонка. Чарли понимал, что детенышам еще нет и месяца, поэтому они не научены бояться людей. Он осторожно протянул к ним руку. Малыши обратно спрятались в логово, но через несколько секунд самый крупный волчонок вылез из укрытия, подошел к охотнику, понюхал его руку и принялся сосать палец. Чарли с умилением смотрел на смелого малыша. Следом из логова вылезли и остальные три детеныша. Спустя мгновение уже четыре пальца правой руки охотника превратились в своеобразные соски. Мужчина очень осторожно другой рукой достал из-за плеча мешок и переместил в него волчат. После этого он пошел обратно к тому месту, где находилась волчица. Когда самка увидела приближающегося человека, она резко вскочила на ноги и жалобно завыла. Было понятно, что она учуяла запах своих детей. Надрывный вой был похож на прощание отчаявшейся матери со своими детенышами. Чарли положил мешок на землю и выпустил волчат. Они сразу же посеменили к матери и начали жадно сосать ее разбухшие от молока соски. Волчица немного успокоилась и легла, а мужчина наблюдал за воссоединением семьи. Первый и очень важный шаг был сделан волчата спасены. Теперь нужно было освободить мать. Животное очень страдало от боли и страха. Лапа в капкане сильно опухла и кровоточила. Однако подойти к зверю было невозможно. Каждый раз, когда охотник пытался приблизиться, самка угрожающе рычала. Теперь она еще и защищала свое потомство. Мужчина понимал, что потребуется несколько дней для того, чтобы волчица смогла привыкнуть и позволила к ней приблизиться. Чарли был готов даже ночевать рядом с волками, только бы завоевать доверие зверя. Так как волчица была в капкане уже не один день, то ее нужно было накормить. Охотник вспомнил, что когда он шел вдоль ручья, то видел тушу оленя. Это место находилось примерно в двух милях от злополучного капкана. Чарли отправился на поиски пропитания. Когда туша была найдена, мужчина отрезал от нее заднюю часть и поспешил обратно. Едва он приблизился к волчице, как-то вскочила, злобно зарычала, готовясь к прыжку. Охотник отступил на несколько шагов и мягким голосом заговорил с животным, отрезая одновременно куски мяса и бросая голодному зверю. Вначале самка подозрительно обнюхивала угощение. Но голод был сильнее страха, поэтому животное жадно начало хватать оленину и глотать ее. Однако стоило охотнику хоть на ярд приблизиться к волку, как он начинал злобно рычать и готовился к прыжку. Чарли понимал, что еще нужно время. Для человека, который обожает дикую природу, переночевать в лесу сплошное наслаждение. Поэтому Чарли быстро соорудил временное укрытие из веток пихты и остался рядом с волками. Когда на рассвете мужчина вышел из своего шалаша, к нему подбежали четыре маленьких пушистых комочка, которые с интересом изучали руки охотника. Волчица вела себя довольно спокойно, хотя и следила за каждым движением человека. Последующие два дня Чарли пытался завоевать доверие зверя. Он кормил волчицу и разговаривал с ней, играл с детенышами и все время старался приблизиться к животному. Но как только самка начинала волноваться, охотник снова отдалялся от нее, а через некоторое время вновь делал несколько осторожных шагов в сторону волка. Вечером третьего дня, когда охотник в очередной раз приблизился к зверю, чтобы его покормить, волчица вдруг еле заметно вильнула хвостом. Сердце Чарли радостно забилось. Всю следующую ночь мужчина не спал. А когда взошло солнце, он вышел из шалаша и увидел, как малыши, урча и причмокивая, сосут мать. Охотник решил приблизиться и погладить щенков. Конечно же, он понимал, что волчица может отгрызть ему руку или вцепиться мертвой хваткой в горло, но все же рискнул. Он разговаривал с ней и аккуратно гладил детенышей. Потом Чарли положил свою руку на раненую лапу зверя. Животное заметно напряглось, но не трогало мужчину. Приложив некоторые усилия, охотник раскрыл стальные челюсти капкана и волчица освободила лапу. Чарли с облегчением вздохнул. Он немного отошел, чтобы дать животным уйти. Но волчица не торопилась. Она благодарными глазами смотрела на своего спасителя, а волчата все еще дергали охотника за одежду. После этого все семейство скрылось в густых зарослях. Чарли, как и раньше, большую часть года жил в этих местах. Однако в последнее время обстановка здесь заметно изменилась. Какая-то туристическая фирма выкупила участок возле ручья и организовала для утомленных суетой и шумом горожан своеобразный пакет услуг под названием «Выходные старателя». Теперь здесь скитались толпы временных золотоискателей. Людей привлекало то, что все найденное золото можно было оставлять себе. Многие посетители этих мест брали с собой оружие и развлекались, стреляя по животным. А так как охотники из них были никакие, то результатом этих людских развлечений становились израненные и обреченные на мучительную смерть животные. Чарли не мог мириться с этим беспределом. Он обратился в органы, занимающиеся охраной дикой природы. Мужчина надеялся, что к нему прислушаются, так как совсем недавно он спас от неминуемой гибели двух городских жителей, которые поднялись на вершину скалы и не могли спуститься вниз. Однако деньги решали все, поэтому чиновники попросту проигнорировали обращение Чарли. Местные жители также были обеспокоены той обстановкой, которая имела место в последнее время. Собираясь в баре, они то и дело обсуждали очередные происшествия, происходящие с новоиспеченными старателями. Также охотников волновало и то, что нарушается жизнь диких животных, особенно волков. Старожилы предупреждали, что такое вмешательство в природу ничем хорошим не закончится и обязательно кто-нибудь серьезно пострадает. В этот день Чарли, как обычно, прошелся вдоль ручья в поисках золотого песка. В лесу было довольно тихо, так как наплыв туристов приходился обычно на выходные дни. Мужчина уже подходил к своему дому, когда увидел огромного канадского волка. Животное стояло на открытом пространстве перед домом охотника. Волк находился в нескольких метрах от человека. Опытный охотник обратил внимание, что волк как-то неестественно движется. Казалось, что он волочит тело. Чарли понял, что животное ранено, а значит, еще более опасно и непредсказуемо. Боль делает зверя раздражительным и агрессивным. У Чарли не было оружия, и он понимал всю опасность ситуации, однако не терял самообладание. Поведение волка казалось мужчине непонятным. Обычно раненый зверь старается скрыться в глуши, чтобы дождаться, пока заживут раны или с достоинством принять смерть. А этот волк почему-то пришел к жилью человека. Чарли не мог объяснить поведение зверя, но хотел посмотреть, как себя поведет животное дальше. Поэтому охотник выпрямился и уверенным шагом направился к своему жилищу. Волк посмотрел на приближающегося мужчину, а потом опустил голову на передние лапы. Чарли не мог понять, что происходит с волком. То ли он очень болен, то ли сошел с ума, то ли решил поохотиться и подпускает свою добычу поближе. Охотник медленно приближался, а волк снова поднял голову и внимательно смотрел на мужчину. Теперь расстояние до волка сократилось до 20 метров, однако Чарли не мог хорошо рассмотреть его, так как тень от крыльца закрывала силуэт зверя. Вдруг животное сделало нерешительный шаг в сторону охотника. Волк хромал на правую переднюю лапу. Теперь Чарли понял, что перед ним стоит некогда спасенная из капкана волчица. Мужчина замер в нерешительности. Он не знал, что делать. Волчица смотрела в упор. В ее грустных глазах застыла боль и отчаяние. Чарли увидел огромное кровавое пятно чуть выше передней лапы зверя. Мужчина инстинктивно пошел навстречу. Животное же словно застыло в одной позе. Чарли подошел вплотную и коснулся раны. Волчица негромко клацнула зубами. Охотник быстро вошел в дом и вытащил из шкафа несколько таблеток. Это были наркотические лекарства для обезболивания. Их он забрал у одной из туристок, помогая девушке спуститься с горы. Теперь эти препараты были очень даже кстати. Мужчина мелко нарезал говяжью печень и смешал ее с измельченными таблетками. Чарли протянул лакомство волчице. Она доверчиво проглотила еду. «Прости, девочка», сказал Чарли, «иначе я тебе не смогу помочь. Ты должна быть спокойная, пока я буду заниматься твоим ранением». Рана уже успела воспалиться, поэтому мужчине понадобилось десять дней, чтобы победить инфекцию. Все это время он добавлял в пищу зверю антибиотики, которые были в его аптечке. Когда волчица окончательно поправилась, она спокойно ушла в лес. Однако на этом история дружбы Чарли и канадского волка не закончилась. Волчица поселилась неподалеку от домика охотника, поэтому он видел ее почти каждый день. А если увидеть ее не удавалось, то мужчина все равно чувствовал, что животное где-то рядом. И от этого в его душе возникала волна радости. Ему хотелось жить и творить добрые дела. Вот такая невероятная и трогающая до глубины души история произошла в жизни канадского охотника. Мораль здесь простая, даже дикий зверь способен чувствовать доброту человека и его благие намерения. Если у вас есть свои истории о спасении диких животных, то присылайте их на наш канал. Всего доброго! Ждем ваших комментариев!